МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это ОМСК «Здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Опасный треугольник. Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы зовут родители. Против. Поближе к земле. А мечи тратят миллионы. Скупая коттеджи, эксперты составили рейтинг поселка. Как курица лапой. Что общего между розчерком на листе и музыкальным почерком? И почему мы разучились писать от руки? На этой неделе в регионе объявили карантин. Гриппом и ОРВИ болеют больше 16 тысяч человек. Летальных случаев пока не было. Эпидемический порог превышен на 44%. В городе и 15 районах области закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. Когда закончатся вынужденные каникулы, сейчас никто точно сказать не может. За партой ученики вернутся, когда спадет пик эпидемии. Финансовую сферу тоже лихорадит. В понедельник закрылся очередной Омский банк. Финансовая организация Сибирский банк «Сириус» больше не имеет права осуществлять свою деятельность. Лицензию компании отозвал Центробанк. У «Сириуса» не было резервных средств на случай потерь. Компания вкладывала деньги в низкокачественные активы. Кроме того, кредитную организацию заподозрили в отмывании доходов. Напомню, «Сириус» какое-то время возглавлял Владислав Мацелевич, родной брат Станислава Мацелевича, фигурант уголовного дела о создании и руководстве, организованной преступной группировкой. Следователи считают, что члены ОПГ создали почти 50 фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги. Доход от преступного бизнеса составил 393 миллиона рублей. А банк «Сириус», кстати, только за 9 месяцев 2016-го потерял почти 300 миллионов рублей. Это не первый случай отзыва лицензии омских кредитных организаций, так в прошлом году свою работу прекратил Мира в банк. Финансовая организация также не создавала адекватных резервов. В поселке Мангут, называя Воскового района, тарифы на коммунальные услуги вырастут на 54%. Об этом заявили на неделе в региональной энергетической комиссии. Сколько придется платить за коммунальные услуги омичам? Ольга Качкурова прикинула, какие цифры будут стоять в платежках летом, а заодно сравнила тарифы ЖКХ в Омске и соседних городах. В Омской области максимальный индекс остановился на 4,5%. Но не обошлось без частности. В Мангуте, называевского района, рост достиг сразу 54%. И это повышение согласовали с местными депутатами. Причина – изменение нормативов на отопление и отключение части потребителей. В Кемеровской области в среднем рост 5,9%. В Томске подорожание чуть заметнее. В среднем на 6,4%. А вот в Новосибирске все 15%. Объясняют это так. Меньше рост тарифов может привести к настоящему коммунальному коллапсу. Денег на содержание и модернизацию сетей не хватит. Разберемся на конкретных цифрах. За холодную воду жители Новосибирска с 1 июля будут платить 19,80 рублей. Это на 3,5 рубля больше, чем сейчас. Это самый большой рост, но в итоге не самый высокий тариф. Так, в Кемерове холодная вода подорожает на 2,5 рубля. Но вот кубометр обойдется уже в 35,87 рубля. Томичи и вовсе за куб отдадут 38,50 рубля. Что на 2,5 рубля больше, чем до подорожания. А вот в Омске холодная вода самая дешевая. 15,29 рубля. И рост незначительный. 66 копеек. С горячей водой ситуация выглядит сложнее. Так, например, в Омске и Томске цена за кубометр складывается из трех компонентов. Цена холодной воды, цена энергии, которую потратят на подогрев. И еще индекс от ресурсосберегающей организации. В среднем после подорожания кубометр горячей воды в Омске будет стоить 75-85 рублей. И по сравнению с регионами-соседями это неплохо. А вот в Новосибирске, где установлен единый норматив, куб будет стоить 111 рублей. Что на 15 рублей дороже. В Кемерове 168 рублей за куб. Но горячая вода тут подешевела. Почти на 15 рублей. А вот электроэнергия больше всего подорожает именно в Омске. Плюс 12 копеек за киловатт-час. Итого 3 рубля 68 копеек. Следом идет Кемерово. Плюс 8 копеек. Но общая цена незначительно дешевле. 2 рубля 21 копейка за киловатт-час. В Новосибирске 2 рубля 49 копеек. И плюс 7 копеек от цены до повышения. И вроде бы омичам впору порадоваться. Тарифы-то у нас по сравнению с соседями щадящие. Но и средняя зарплата в Омске ниже, чем у соседей. Например, в Новосибирске она почти 29 тысяч. А в Омске не дотягивает и до 27. А как утверждают омичи, реальные доходы и того меньше. Около 20 тысяч рублей. По другим темам. Бустеры и адаптеры, которые в народе называют треугольники, будут вне закона. Поправки в правила дорожного движения, которые обсуждают уже полгода, в ближайшее время вступят в силу. По словам инициаторов сотрудников МВД России, документ уже на подпись у премьер-министра страны. А это значит, что детей до 7 лет можно будет перевозить только в детских креслах. Автоинспекторы уверены, требования спасут жизни многим. А вот некоторые родители таким изменениям не рады. Данила Выжевский выслушал все точки зрения. Вот так вот мы ездим постоянно. Какой у нас с собой машина. Никуда не сидится, туда. Утрамбовать в багажнике и салоне автомобиля спортивный инвентарь и экипировку дочерей после тренировки для Натальи Тереховой как сыграть в Тетрис. Одних рюкзаков здесь 8. Места для двух автокресел в небольшой машине точно не хватит. Данное пристегивающее устройство, в принципе, нас очень устраивает. Я считаю, что оно для нас спасение. Поинтересовалась, например, данным вопросом у других родительниц. И, конечно, я хочу сказать, что большинство против такого нового введения, что только кресло. Потому что если 6 детей, если 5 детей, если дети где-то занимаются, каким образом справляться? Ну, КАМАЗ покупать? Таксисты уже подсчитывают убытки. Для многих из них требование перевозить детей только в автокреслах – гарантированная потеря прибыли. Теперь у них два варианта – либо раскошелиться, либо вовсе не возить юных пассажиров. Обычно я пристегиваю детей постарше треугольником, а если прям совсем маленький ребенок, я сажу его в бустер, и никто не жаловался из родителей, не понимаю, зачем эта поправка. Уменьшится место в машине для того же самого багажа и для родителей. И если, допустим, двое детей, это придется двух детей в кресло, значит, сзади уже не остается места совсем. Детское кресло стоит в среднем 8 тысяч рублей, в то время как бустер в четыре раза дешевле. Семье с двумя детьми, чтобы перевозить их с рождения до семи лет, необходимо как минимум шесть автокресел, по три на каждого ребенка, с учетом соблюдения весовых групп. Первое – до 13 килограммов. Средняя цена на такие люльки около 4 тысяч рублей. Автокресло для ребенка весом от 9 до 18 килограммов обойдется в среднем 8 тысяч. И для тех, кто уже постарше и потяжелее – до 25 килограммов, удерживающее устройство стоит примерно те же 8 тысяч. Итого 40 тысяч рублей на двоих детей. Можно, конечно, купить кресло-трансформер на вырост. Но экономия небольшая. За два придется сразу отдать около 30 тысяч рублей. Как показал наш опрос, родители, покупая детское кресло, не то чтобы бояться получить штраф, просто беспокоятся о безопасности своих детей. Тем не менее, за последний месяц в магазине дорогих кресел, но надежных, продано 11. А вот менее безопасных, зато дешевых – 24. Садя ребенка в транспортное средство, водитель должен помнить, что детское кресло, оно приспособлено и гораздо больше пользы приносит, чем бустер либо адаптер. Соответственно, использовать нужно то детское удерживающее устройство, которое более обезопасит ребенка в автомобиле. С госавтоинспекторами согласны и эксперты. Многочисленные краш-тесты подтверждают – риск серьезно травмироваться больше, если использовать для перевозки обычные адаптеры. Бустеры немного надежнее, но и они из-за отсутствия боковой поддержки уступают в безопасности автокреслам. Вот этот сегмент недорогих кресел, чем он отличается от бустера? То же самое, только здесь добавлена спинка. Чем отличается недорогое кресло от дорогого кресла? Качество пластика, качество материала, качество боковой поддержки, особенно головочка, когда малыша, именно она помогает минимизировать травматизм бокового удара. Вот отсюда, конечно, и цена. Только в прошлом году в Омске в авариях пострадали 194 ребенка. И только 19 детей находились в автомобилях без удерживающих устройств. Все они получили различные травмы. Выходит, все остальные были пристегнуты адаптерами для ремней безопасности или сидели в бустерах. Это тот случай, когда статистика показывает – на безопасности экономить нельзя. Данила Выжевский, Александр Ребуха, Артак Мурадян. Омск здесь. А вот в омских маршрутках теперь ездить стало дешевле. На минувшей неделе частные перевозчики из числа тех, чьи маршруты мэрия запретила, массово снизили цену на проезд. Кто до 22, а кто и до 20 рублей. Со школьников и вовсе берут 16. Напомню, маршруты сократили с 1 января. Однако несогласные предприниматели продолжают возить пассажиров, при этом снижая цену, чтобы те перестали пользоваться муниципальным транспортом. Ну а в мэрии о спланированной акции ничего не знали и считают, что перевозчики хотят сорвать с задуманной администрации транспортную реформу. Кроме демпинга, свои права предприниматели отстаивают и в суде. Очередной иск частного перевозчика к мэрии рассмотрят 31 января. Более того, в арбитражном суде сейчас находятся и заявления прокуратуры. Специалисты ведомства требуют признать действия регионального Минпрома по выдаче свидетельств и карт маршрутов без конкурса незаконными и обязать провести конкурсный отбор перевозчиков. Почему Мизулина могла уйти из партии из-за губернатора Назарова и о коттеджи за миллион евро? Расскажем после рекламы. Оставайтесь на телеканале продвижения. Расскажем после рекламы. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь и мы продолжаем. Выход недели. Елена Мизулина покинула партию «Справедливая Россия», в которой состояла 10 лет. Эта новость для многих стала неожиданной. Елена Мизулина о своем решении написала на своей странице в Твиттер, направив заявление в региональное отделение партии. О причинах не упомянула. Впрочем, некоторые называют ее выход из партии актом протеста против назначения председателем регионального отделения предпринимателя Владимира Гуселетова. А глава «Справедливой России» заявил, что покинуть ряду СССРов Мизулина могла и из-за губернатора Назарова. Ведь делегирована в Совет Федерации, она была губернатором от «Единой России». И, как отметил Сергей Миронов, цитирую, она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт. За то время, что Елена Мизулина в Госдуме и Совете Федерации она стала инициатором принятия 142 законопроектов, первый из которых был внесен на рассмотрение Нижней Палаты Парламента почти 21 год назад, в июне 1996-го. Некоторые из ее предложений не без оснований называют странными, одиозными и скандальными. Видимо, настолько, что около 69 тысяч россиян подписали онлайн-петицию, призывая провести проверку психического здоровья в то время сенатора Атомской области. Вот несколько подобных инициатив Елены Мизулиной. До трех лет тюрьмы предполагает закон об оскорблении чувств верующих, принятый летом 2013 года. Правда, многие верующие были против принятия такого закона. После, видимо, воодушевленная Мизулина и вовсе предложила изменить Конституцию, точнее, внести в преамбулу слова о том, что православие является основой национальной и культурной самобытности России. Также по инициативе экс-сенатора был создан реестр запрещенных сайтов, чтобы ограничить доступ детей к противоправной информации. Так на многих ресурсах появилась известная маркировка 18+. Теперь контролирующим органам легче контролировать контент в интернете. А четыре года назад по инициативе покинувшие сэров Мизулиной ввели административную ответственность для медработников за проведение незаконных абортов. Так сенатор улучшает демографическую ситуацию в стране. Прошлым летом Мизулина предложила запретить бэби-боксы для подкидышей и штрафовать на 5 миллионов рублей тех, кто эту норму нарушает. Правда, инициативу не поддержали. А еще экс-сенатор всерьез требовала запретить получать высшее образование нерожавшим девушкам. По ее мнению, только так можно возродить семейные ценности и уберечь страну от вымирания. Впрочем, не все задумки Мизулиной проваливаются. Спорный законопроект о декриминализации семейных побоев одобрили депутаты Госдумы. В Омске продали коттедж за 1 миллион евро. Сейчас все больше мячи предпочитают переезжать из многоэтажек в собственные дома. В регионе больше 30 коттеджных поселков. Мой коллега Александр Руяткин вместе с экспертами ценил те, что находятся в черте города по цене и удобству для жизни. В Омской области более 30 коттеджных участков. В городе полтора десятка. Иметь собственный дом во всем мире считается самым цивилизованным способом проживания. Плюсов здесь много. Отсутствие шумных соседей, комфорт и уют. Но даже если деньги у вас есть, ведь такие дома считаются достаточно дорогим и элитным жильем, более чем тщательно стоит относиться не только к выбору места будущего коттеджа и стройматериалам, из которого он будет возведен, но и к застройщику. В противном случае мечта о собственном, комфортном и уютном доме может обернуться большими проблемами. Эксперты уверяют, цены на земельные участки и недвижимость не могут быть постоянными. Чем меньше предложения, тем они выше. Самые дорогие объекты расположены вблизи от делового центра города. Например, коттеджи у парка «Зеленый остров» – это первое место нашего рейтинга. Минимальная цена – 10-15 миллионов рублей за дом под ключ. «Зеленый остров» – он же парковой зоной считался, не забывайте. То есть там рядом благоустроенный пляж, благоустроенная территория для отдыха. «Зеленый остров» – это, скажем, эксклюзивные моменты такие, которые кто-то о них знает, а кто-то о них и не знает. Впрочем, кризис внес свои коррективы в этот сегмент рынка недвижимости. Сейчас продавать дом стоимостью более 10 миллионов рублей можно годами. Амичи предпочитают брать участки, делать под себя проект и строить по мере силы возможностей. Поселок Чукреевка считается более доступным по цене вариантом, чем жилье у «Зеленого острова». Ухоженные, но однотипные таунхаусы соседствуют с разнообразными на вид и размер коттеджами. Правда, для последних нередки проблемы с подключением к коммунальным сетям, например, нецентрализованной канализации. Еще один строящийся жилой комплекс «Зеленая долина» расположился на третьем месте. Около 5 миллионов рублей за готовый дом. Поселок известен в Омске, но не с самой лучшей стороны. В судах десятки исков с претензиями от покупателей. Люди были недовольны задержками строительства и качеством работ. Многие обязали застройщика исправить недоделки, хотя инфраструктурные проблемы остались. «Зеленая долина» – это изначально формировался поселок новый. И полностью с нуля возводились инфраструктурные объекты с точки зрения коммуникации. И есть определенная удаленность от школ, от детских садов, от торговых каких-то предприятий». Но самым доступным с точки зрения цены остается коттеджный поселок Учительский в Центральном округе неподалеку от микрорайона Амурский-2. Стоили домики недорого, почти как однокомнатная квартира – около миллиона рублей. Удобное месторасположение, есть все необходимые инженерные коммуникации, школа и детский сад. В двух шагах автобусная остановка. «Территория застроена коттеджами по каркасной технологии, обшитыми плоским шифером. Их строили по государственной программе для бюджетников. Сейчас это место очень востребовано в плане коттеджной застройки. То есть эти коттеджи вместе с земельными участками, эти домики для бюджетников, они выкупаются состоятельными людьми. И на их месте строится коттедж площадью 150-200 квадратов». Хотя определенные проблемы есть. Низкий уровень грунтовых вод. Так что будущим владельцам коттеджей придется забыть о погребах, смотровых ямах в гаражах и уж тем более цокольных этажах. Александр Руяткин, Константин Демиденко, Дмитрий Головко. Омск здесь. Почему не стоит платить туроператорам? И как сделать так, чтобы тебя не съели во время путешествия? Узнаете после рекламы. ХПАЙПИ. Город звучит. Радио Сибирь. 103,9 FM в Омске. Амичи начали скупать путевки на летний отдых. В туристических фирмах объясняют все дело в очень выгодных предложениях. К примеру, сейчас тур на две недели. На двоих на Кипр можно купить за 60 тысяч рублей, а в июне он будет стоить уже в два раз дороже. Прямые вылеты из Омска также есть. В Турцию, на Крит, Халкидики, в Тунис и Таиланд. Из-за большого спроса могут протлить и направления во Вьетнам. Впрочем, опытные путешественники уверяют, отдохнуть недорого и ярко можно и не обращаясь в турфирму. Вот об этом мы и поговорили с этнографом, членом русского географического общества, автором многих книг и документальных фильмов о путешествиях, человеком, который сам себя называет режиссер путешествий Леонидом Кругловым. Как срежиссировать собственное путешествие? Что посоветовать людям? Само путешествие, саму логику твоих передвижений и интересы, которые ты хочешь достичь в том или ином путешествии, это, я считаю, лучше самому организовать. Потянуть можно 100% любое путешествие и лучше, если ты его сам себе организуешь. Это может совершенно какие-то новые для тебя открыть горизонты, вообще жизненные. Ты можешь вернуться даже другим человеком из правильного путешествия. Не обязательно заранее бронировать. Я, например, очень часто приезжаю в те или иные места и, наоборот, оказывается, что ты можешь пожить даже денек-другой в очень дорогом отеле. Нагрянув неожиданно, ты можешь, наоборот, попасть в несезон и получить очень хорошие скидки, например. Такое тоже бывает. С отелем понятно. Что касается, например, билетов? Очень многие хотели бы узнать, есть ли какие-то секреты, где, как, подешевле найти билет. Сезон не сезон. То есть, явно в ту или иную страну ехать в сезон, ты точно попадешь на большие билеты. Вот прям вот тезис на первое, второе, третье, что обязательно нужно, чему следовать, чтобы путешествие получилось? Сначала продумаешь маршрут, понимание, куда ты хочешь попасть. Я, например, очень люблю подбирать маршрут по фотографиям. Я залезаю в интернет, смотрю картинки, и есть иногда просто вот картинка, которая бах, она тебя цепляет, и ты хочешь быть там. Второй момент – это снаряжение. Вот на нем вообще лучше не экономить. Я считаю, лучше один раз купить хорошее снаряжение и потом долго им пользоваться. Ну и третий момент – нормальная, хорошая, более-менее физическая подготовка, состояние. топ-5 стран от Леонида Круглова, где, ну, наверное, стоит побывать. Я бы на первое место поставил бы Индонезию, на второе место Индию, на третье место я бы поставил Эфиопию, на четвертое место я бы поставил Якутию, если ее можно назвать страной, потому что это действительно страна, это очень интересный регион здесь у нас в России. На пятое место я бы поставил огненную землю Аргентина. Это главное туда добраться, найти как раз вот это окно, когда можно туда долететь недорого, а сама страна недорогая. Чем не стоит пренебрегать? Прививки, страховка, как вот с этим? Ну, конечно, нужно такие вещи готовить. Мы в экзотические страны обязательно делаем, конечно же, прививки и берем с собой определенный набор медикаментов. Это важно. Но я бы еще добавил бы такую вещь, о которой мало кто задумывается. Это еще знание, дать себе труд изучить традиции той страны, куда ты едешь, этнографические традиции, религиозные традиции, немножко изучить психологию даже иногда, свою собственную и других людей, потому что, чтобы не попасть в ситуации, когда ты будешь делать что-то очень неприятное для этих людей. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию. Спасибо за вот эти советы, которые вы далее. Я очень всем это желаю. Найти свое путешествие и совершить его, это очень важно. Ну и последнее. Новая мода среди маркетологов. Рассылать письма, написанные якобы вручную. Такие послания вызывают больше доверия, а значит шансов, что их прочтут, не отправив сразу в корзину, больше. Машины, которые пишут шариковыми или капиллярными ручками, имитируя почерк человека, стоят десятки тысяч долларов. Гравюры, которые пишут на сувенирах, зарабатывают, конечно, меньше, но и их услуги сегодня очень востребованы. Моя коллега Алена Бензик попыталась понять, почему мы, практически отказавшись от рукописного текста и предпочитая клавиатуру, готовы платить за чужой красивый почерк. Как отказ от шариковой ручки может повлиять на карьеру музыканта и почему уже сейчас у многих вызывает затруднение просьба написать от руки. Пианист, аккордианист и скрипач – пожалуй, те немногие дети, кто еще не разучился красиво водить буквы ручкой или карандашом. От того, насколько натренированы пальцы, зависит не только красота мелодии, но и письма. Если он трудолюбив, аккуратен, конечно, он будет делать все аккуратно и трудолюбиво, и в том числе он будет аккуратно писать. Делаем закругление вправо, получается такая качелька, да? Убористый, размашистый, угловатый или неровный, петляющий, резкий. Преподаватель начальных классов, как графолог, по почерку может определить не только характер ученика, но и его настроение. Если у ребенка хорошее настроение, он сегодня настроен на работу, он будет стараться и выводить все буковки. А если у ребенка какие-то переживания, у него могут быть угловатые буквы, он может не соблюдать строчку или клетку. Все это связано. Но цифровой век не требует чистописания. К выпускному аккуратная вязь первоклашки обычно превращается в каракули. Мы предложили школьникам отложить шариковые ручки и буквы разные писать острым перышком в тетрадь. Такое занятие каллиграфией в новинку даже молодому учителю. Все внимание на кончике пера. Чуть сильнее нажмешь, уже бумага рвется. Пытаешься вроде писать как можно лучше, а получается где-то потек, где-то много взяли чернила. Говорят, писать неразборчиво будущих медиков учат еще в институте. Мы предложили студентам обменяться лекциями и попробовать прочитать записи в тетрадях своих одногруппников. Война за пере... за пере... здесь неразборчиво. Османс... 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 Одним из основных... не понимаю это слово. Филадельфия, штат... дальше не могу почитать. Преподаватель истории признает, что рефераты, доклады студенты сегодня набирают на компьютере. И конспектировать лекцию порой все равно, что переписать войну и мир. Отсюда и неразборчивый текст в тетрадях. Я могу проследить все-таки, как почерк меняется. И как правило, как человек пришел в целом к нам на первый курс, будучи только-только новичком в медицине, и последний курс на самом деле не очень отличаются. Гравер Светлана Белкина с утра до вечера складывает в строки слова поздравительного текста. Вот эта вот работа, она не допускает ошибки. На металле незатейливые сообщения компенсируют завитки букв. Такой ручной труд – экзотика в цифровом веке. И пока машины проигрывают человеку в каллиграфии. У компьютеров есть ограничения. Например, плоская поверхность только. А я могу и в огнутую, и в пуклую, и криволинейную поверхность туда, где просто компьютер не смог подобраться. Когда-то красота письма говорила о культуре и образованности человека. Сегодня каллиграфическое письмо – редкость. Но в век шаблонных компьютерных средств общения аккуратный почерк остается напоминанием об уникальности каждого. Алена Бензик, Евгений Слепов, Омск, здесь. Ярких впечатлений вам и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова